Общероссийское поисковое движение появилось 10 лет назад. Тогда участники поставили себе цель увековечить память солдат, которые погибли при защите Отечества. Движение объединяет более 45 тысяч человек всех возрастов в составе полутора тысяч поисковых отрядов. Региональные отделения открыты в 84 субъектах нашей страны, в том числе и в Рязанской области. Поисковики выезжают на поля сражений, чтобы обнаружить следы битв и выйти на останки воинов. Немалую часть их работы составляют архивные поиски, где участники по группицам собирают упоминания о локальных боях, а также об участниках, чтобы в конце концов восстановить каждое утраченное имя каждого погибшего солдата. Ухаживают за воинскими захоронениями и проводят выставки по итогам поисковых работ. В музейной комнате, вернее, очень много экспонатов. Я могу более конкретно рассказать об экспонатах, связанных с поиском самолетов, которые потерпели крушение на территории нашей области в годы Великой Отечественной войны. В данном случае мы видим здесь представлен стенд. Это материалы с нескольких точек раскопок, с четырех, в которых мы непосредственно принимали участие. По словам участников движения, в этой музейной комнате только шестая часть всех имеющихся экспонатов. Остальные хранятся дома у поисковиков. На выставочных стендах артефакты времен Великой Отечественной войны. Их наши поисковики собрали в местах проведения вахты памяти в Керчи, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской и Рязанской областях. Экспонаты ценны чем? Они позволяют нам установить имена летчиков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны в разных обстоятельствах. Одни из первых раскопок – это в Захаровском районе, в окрестностях хутора Охотники. Мы до этого знали имя одного летчика. Но в дальнейшем, благодаря находкам таким именным, мы смогли установить имена всех четырех членов экипажа. В экспозиции фрагменты трех самолетов, которые потерпели крушение в 1941 году в небе Рязанской области на территории Захаровского, Рязанского и Клепиковского районах. Каждый из тематических стендов сопровождают краткие фрагменты истории и рассказ о судьбах солдат.